Здравствуйте друзья, меня тут Максим, вы смотрите канал The Quays. Самая главная новость прошедшей недели это выборы президента США. Так что могу вас поздравить с Новым годом, с новым Трампом. По доброй традиции я решил регулярно делать различного рода социальные опросы своих зрителей. И вот это видео как раз больше посвящено не тому, что я выскажу какие-то свои соображения по поводу результата выборов, сколько хочу услышать мнение своей аудитории. И в первую очередь мне интересно услышать мнение людей, которые проживают в США. Что вы сами ожидаете от Трампа и какие возлагаете надежды на изменение его политики? Хотя в настоящий момент я думаю, что от того, какой будет президент США, будет зависеть вообще ситуация в мире. Не случайно уже в России пошла шутка о том, что в Воронеже за Трампа проголосовало больше людей, чем в штате Мэн. Теперь ставлю свои 50 копеек, ну сугубо свои личные наблюдения. Начнем с того, что на мой взгляд достаточно преждевременно предаваться безумному веселью по поводу именно прихода именно этого кандидата. Хотя из двух кандидатов достаточно сложно было выбирать. Оба кандидата специфические весьма были. Но тем не менее теперь Трамп и кроме всего прочего, кроме того, что он республиканец, еще Конгресс будет республиканский. А посему игры, которые были при Обаме в блокировании законов прекратились. И сейчас Конгресс начнет штамповать законы. Вопрос, какие законы он будет штамповать. По той информации, которая просачивается в прессе и, собственно говоря, публикуется в американской, скорее всего, будут свернуты некоторые программы, которые были при Обаме. Например, я так понимаю, Трампу очень не нравится, вот эта вот Обама Кейра, скорее всего, эта лазочка будет прикрыта. А следующим ударом это будет достаточно ужесточение политики против иммигрантов, в первую очередь нелегальных иммигрантов из Мексики. У Трампа здесь конкретные позиции, которые он уже озвучил, и менять, скорее всего, ее не будет. И если не удастся возвести железобетонную стену между Мексикой и США, то, возможно, будет очень серьезное ужесточение по поводу депортации иммигрантов. Хотя при администрации Обама рекорды были побиты, именно по количеству депортированных людей из страны. И вообще, я пообщался с несколькими людьми, следует ожидать после инаугурации достаточно серьезного ужесточения миграционных законов. Возможно, даже наймут дополнительных офицеров и ускорят процесс рассмотрения миграционных дел. Но это, опять же, непонятно, то есть будет это или нет. Но случаи такие ходят, что миграционные дела будут рассматриваться более быстрее и, скорее всего, не в пользу для людей, которые уже подали непосредственно при Трампе. По поводу внешней политики, в России изрядное количество людей по наивности считает, что отношения с Россией и США будут потепляться, санкции снимут. На мой взгляд, не все так однозначно. И, скорее всего, вот эти лозунги о том, что необходимо подружиться с Кремлем, это всего лишь был такой хитрый маркетингово-выборный ход Трампа. А на поверку дня, возможно, действия могут быть совершенно деметрально противоположными. И, скорее всего, вместо отмены санкций, возможно, будет даже ужесточение санкций. И вполне вероятно, что такая же ситуация будет и с украинским вопросом. Соответственно, вместо того, чтобы стоять в сторонке и курить, как это делал Обама, вполне вероятно, что администрация Трампа активно впишется в этот конфликт между Россией и Украиной, но, соответственно, в стороне Украины. Опять же, это исключительно мои скромные догадки. Я могу и заблуждаться, могу ошибаться, но просто высказываю вслух то, что я вижу. Соответственно, дальше поживем и увидим. Ну и, соответственно, как я уже сказал про миграционную политику и про инаугурацию. Вот, это 20 января. Господа хорошие, кто планирует к переезду, кто уже сидит на чемоданах, я бы вам рекомендовал прислушаться и не тянуть с этим вопросом и попытаться оказаться в США до того, как Трамп вступит в должность. Потому что ожидать можно всего чего угодно. Это, опять же, сугубо мои личные такие комментарии. Но, в первую очередь, я хочу услышать ваше мнение. Что вы сами думаете по поводу кандидатуры вновь избранного президента. Хороших вам выходных. Здоровья вам и ваших близких. Чтобы у вас все было замечательно. Редактор субтитров А.Семкин